Всем привет! Сегодня я расскажу про продолжение серии FRI. Модель T4. Это складной ножичек, предоставленный для обзора официальным дилером мультитулов Leatherman в России. Ссылка на магазин и промокод на скидку в описании к видео. Итак, есть две модели в этой серии. T4 и T2 отличаются наборами инструментов. В данном случае у нас модель T4. Комплект поставки вот такой. Собственно, сам ножик мультифункциональный и его упаковочка. Никаких дополнительных чехольчиков, ничего у нас здесь этого нет. Габариты достаточно компактные. Чем-то схож с Victorinox, но возможно чуть-чуть угловатей. Но на самом деле все грани неплохо заполированы и в руке лежит очень приятно. Что мы здесь сразу видим? Это большая клипса, аналогичная мультитулам. Замок, схожие конструкции. И инструменты с одноруким доступом. То есть все инструменты мы можем открыть одной рукой. Небольшой клиночек, хороший, острый, с скруленным обухом. Замок имеется. Замок отжимается также одной рукой и все складывается, работает. Рядом с клинком имеется плоская отвертка с инструментом для вскрытия упаковки. Вот эта вот кромка заточена. Следующий инструмент рядом это напильник. Небольшой напильник с крестовой насечкой и диагональный без пилы по металлу на торце. Небольшая плоская отверточка на краю на торце напильника. С другой стороны у нас имеется следующий набор инструментов. Это большая крестовая отвертка Philips, совмещенная с открывалкой пивных бутылок. Далее у нас идут шило-развертка. Вот такое вот. При открытии следует быть аккуратным, потому что вот эта острая грань попадает как раз на палец. При закрытии точно так же. На торце у нее либо маленькая отверточка, либо же скорее такое как маленькое зубило. И отверстие для шитья. И третий инструмент здесь это у нас ножницы. Ножницы хорошо работают. Небольшой минимальный люфт. Раньше я был недоволен этим люфтом. По факту он никак не влияет на работу. И есть еще один небольшой скрытый инструмент, который одной рукой нельзя достать, извлечь. Хотя нет, вру, можно. Но есть риск потерять это вот такой маленький пинцетик. Имеет, в отличие от викторинок, чуть-чуть скошенные грани. Неплохое сведение. И при его помощи удобно достать всякие занозы и прочие. Зубочисток и тому подобного здесь нет. Отверстие для темляка или заводного колечка вот такое маленькое есть. Ну, собственно, на этом и все. Такой вот инструмент. И, конечно же, давайте сравним его с мультитулом. Free P4 и Free T4. По толщине видим, что ножик чуть-чуть толще мультитула. Клипсы у них одинаковые. Кстати, в моей версии мультитула клипсы не было, было проушено. Это клипсы, снятые с мультитула P2. Инструменты все практически одинаковые. К примеру, вот крестовые отвертки можем сравнить у них. Абсолютно одинаковый инструмент. На одной линии производится, скорее всего. И, соответственно, каких-то проблем с заменой, аксессуарами здесь у нас не будет. Мультитул и, собственно, сам ножик. Ну и давайте сравним главный инструмент. Это лезвие. Лезвие в мультитуле чуть-чуть больше, длиннее. Ну, в целом, впечатление от данного инструмента у меня сложилось следующее. Если вы по какой-то причине не любите викторинокс, то это вот ваш выбор. Если вы фанат лезермана, то это тоже ваш выбор, потому что интересный, компактный такой инструмент. В котором сочетаются основные инструменты, при этом он не имеет какого-то монстроузорного вида. Приятно лежит в руке. Ну, следует понимать, что за счет короткой рукояти он, может быть, не всегда удобен. Но рукоять достаточно толстая и неплохо себя показывает в работе. Не сильно наминает ладонь. Можно ей что-то строгать, резать. Но следует понимать все-таки, что длина клинка накладывает свои ограничения на рез. Такой вот инструмент Лезерман Фри Т4. Есть также модель Фри Т2. Она чуть-чуть проще, у нее меньше инструментов, к моему нет ножниц и еще чего-то. Ну, в общем, вот такой вот инструментик с минимально необходимым набором на каждый день. Без всяких лишних больших пил, серрейторов и тому подобного. На этом все. Спасибо всем за внимание. Ножик Лезерман Фри Т4 предоставлен для обзора официальным дилерам ножей Лезерман в России. Ссылка на магазин и промокод на скидку в описании к видео. Подписывайтесь на мой канал. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok